всем привет сегодня мы выполним вот такие конфетницы для новичков их очень легко делать я покажу как смотрите возьмем для начала 4 на 4 трубочки 8 штук трубочки у меня длиной 30 сантиметра 28 30 и оплетаем их веревочкой из двух соединили трубочки вместе 2 и начинаем оплетать я оплетаю на весу вы можете это делать на столе оплетаем два ряда и после чего будем разъединять это самая обычная донышко его легко делать я думаю что любой новичок с этим справится берем что-то и разъединяем по 2 трубочки делаем парные и также оплетаем веревочкой из двух кто не знает как плести веревочки смотрим наши первые уроки по верю по всем веревочкам когда я разъединила все наши трубочки я оплетаю еще какое-то количество рядков как увидели что у вас расстояние между стоечками уже приличные разъединили еще раз разъединили наши трубочки и плетем до нужного диаметра обычной веревочкой из двух стоечки у нас сухие трубочки обработаны как обрабатывать трубочки это тоже есть на канале открывайте все видео и смотрите доплетаем до нужного диаметра примеряйте форму чтобы не промахнуться у меня формой служит вот баночка рядом стоит из-под дюфы теперь поднимаем наши стоечки аккуратно придавливаем их в нужном месте желательно в этом месте их смочить добавила вот еще третью трубочку для того чтобы плести веревочку из трех поднимать я буду веревочкой из трех вывели наши трубочки на эту сторону нарастили и аккуратно придавливая к низу плетем веревочку из трех осторожно все придерживается сначала форму я не ставлю чтобы было удобно поднимать после чего будет становиться форма сейчас поменяла ракурс чтобы вам было виднее вот так вот придерживаем все пальчиками аккуратно все придавливаем прижимаем и проплетаем наращивание трубочек делать желательно за стойками а еще лучше между стойками после того как мы проплели один ряд мы его должны закончить сейчас подойдем к окончанию так вот смотрите берем нашу левую трубочку и заводим за 200 перед двумя стойками за третью дошли до нашей помеченной помечайте всегда первую стоечку и потом после этого заканчиваем ряд берем следующую трубочку завелись и всегда последняя трубочка должна заходить за нашу первую стойку я ее не пометила но вот это вот у нас была первая стоечка поправили все трубочки и теперь продолжаем плести дальше веревочку из трех будет у меня таких рядов 21 на подъем и один еще плюс проплетаем еще один ряд и также заканчиваем наш ряд веревочкой из трех закончили ряд и оставили там эту нашу трубочку или обрезали если у вас она короткая а этими двумя продолжаем плести обычный ситец так как у меня четное количество стоек у меня идет ситец в догонку это когда плетется одна трубочка следом идет 2 если у вас нечетное количество тогда у вас получится одна трубочка будет плести по спирали но если вы делаете как я то в любом случае у вас будет четная проплетаем нужное количество рядов какую высоту вы хотите вот видите я загнула трубочку стоечку это у меня первая стоечка и так помечала ее кончик загнула вот он загнутый кончик и теперь вот добавляем еще одну трубочку для того чтобы плести веревочку из трех закинули ее за стоечку и проплетаем нашу веревочку проплетаем один ряд просто обычная веревочка из трех а следующим рядом будем закрывать теперь закрываем наш ряд вот мы дошли помеченная стоечка значит мы до нее должны дойти вот так и и теперь берем эту левую заводим перед двумя за третью вторую берем также и последняя должна зайти за помеченную стойку так как она у меня очень короткая туда воткнула такую временную трубочку чтобы она хорошо держала а этим временем мы отрезаем вот эту последнюю стоечку нашу и накрываем ее нашей трубочкой теперь опять отрезаем и накрываем нашей трубочкой форму не вытаскивайте пока изделие не подсохнет чтобы она у вас ничего никуда не подскакивала я эту загибку уже показывала раньше она очень легкая думаю что любой новичок с ней справится она очень легкая и довольно таки симпатичная что-то у меня тут качество куда-то улетела так мы проплетаем до конца ряда и будем заканчивать нашу загибочку вот видите я двойную подставила теперь вот так же как и обычную веревочку из трех мы также заканчиваем единственное что мы обрезаем наши трубочки подклеиваем их и туда закидываем внутрь вот я убрала ее обрезали и также накрыли обрезали и засунули с помощью отверточки я помогаю там расширить расстояние чтоб легко было туда и закинуть все подклеили и туда за на нырнули и третью делаем так же обрезаем и прячем и на этом наша конфетница в принципе готова осталось ее только отлакировать и дать ей подсохнуть это вам такая вот простая чисто для новичков кто не знает как плести и что придумать вот она простенькая но она довольно таки очень симпатичная из нее можно сделать также и корзинку ручку добавить эту отставляем она у нас подсыхает а вот такие вот я уже наплела вот они у меня разные получились это вообще-то это будущие мои опять крыски ну вам я решила показать вот такой вот подстаканник этот подстаканник это у меня будущая елочка плетется все одинаково все идентичная вот такой вот отряд у меня заказали поэтому я решила вам показать чисто вот для того чтобы кому-то легче было справиться вот он тоже такой же точно чашечка это только добавляем любую мордочку можно крыски можно еще кого-то кого он придумается такая симпатяшка на вас смотрит глазки это обычные покупные ну а вы подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик делиться в соц сетях самое главное это делитесь соц сетях всем творческих успехов с наступающим вас всех новым годом всем удачи в этом году снова